Всем привет, ребята! Это Алена, вы на моем канале. Сегодня мы с вами говорим про стресс, как себе помочь при стрессе. Очень многие мне пишут, понятно, единой схемы нет, но вы знаете, что натуропатия против очень многих состояний. Я бы рекомендовала обратить внимание вот на какие вещи и, соответственно, что можно попробовать. Первое, это энзимы с питанием, то есть, чтобы питание ваше полностью усваивалось и не оставалось вашим грибам, паразитарке и, соответственно, другим ненужным моментам. Дальше, мелиса, витамин С, маточное молочко, фалиновая кислота тоже очень-очень важна. Но при выходе из стресса нужен и массаж, и дыхательные техники, и, соответственно, ванны с солью, и акцентировать внимание на положительных моментах. Очень важно подключать физическую нагрузку, ту, которую вы можете. Не нужно убиваться в зале, не нужно делать все через силу, но то, как вы можете, делайте это, пожалуйста, и старайтесь себе помочь. Другой момент, это, как я говорю, есть, вот вы меня спрашиваете, какие можно травы, настойки. Я говорю, что все индивидуально. Вот, например, одному человеку даешь магний, он такой, вау, классно, я теперь в туалет могу ходить. Я думаю, господи, слава богу. Другому даешь, например, мелису и там маточное молочко, он говорит, аллергия. Соответственно, здесь нужно тоже очень осторожно, очень индивидуально. Но могу сказать, что магний никому не помешал, пустырник никому не помешал, липосомальный витамин С тоже никому не помешал, мелисса вообще счастье, а не трава. Соответственно, это очень-очень важно. Но следующий момент, это, конечно, то, что я обсуждаю со своими клиентами. Причина стресса, она решается в психотерапевтической сессии. А поддержка нутрицептиками вы всегда можете у меня взять. Причина стресса, она решается в психотерапевтической сессии. Причина стресса. Причина стресса. Причина стресса.